Практически все готово к тому, чтобы двигаться дальше, но перед этим желательно еще зайти в Downloads и скачать исходный код в Node.js и архивировать его. Зачем это нужно? Node.js содержит в себе как код на C++, так и JavaScript код для встроенных модулей. Многие встроенные модули написаны на JavaScript и потом, используя возможности V8, скомпилированы уже выполняемые файлы и слинкованы с Node.js, но для нас не так важно. Мы здесь с C++ разбираться не будем, но если мы хотим залезть внутрь встроенных модулей, а нам иногда нужно будет это делать, чтобы понять, как оно работает, то нужно эти встроенные модули скачать, вот они в исходниках, я этот файл уже скачал, разархивировал, содержимое, нужно зайти в директорию lib. И вот эти файлы. Обращаю ваше внимание, если вы просто поставили Node.js из пакета, уже скомпилированные, готовые, в том числе под Windows, то этих файлов не будет. И залезть, например, внутрь модуля HTTP, посмотреть, что тут как происходит, вы не сможете. Впрочем, вы можете сделать это не сейчас, а потом, когда нам это действительно понадобится. Несколько слов по документации. Документацию мы будем пользоваться стандартной. Вот она. Тут достаточно много модулей. Если я хочу что-то найти в документации, я обычно ищу так, Node.js, например, консоль. И меня Google тут же все выдает. Документация, тут ссылки. И тут такая отдельная плашечка стабилити. Хочу обратить на нее особое внимание. В Node.js есть модули с различным уровнем готовности. Условно говоря, от нуля до пяти. About this docs, вроде бы здесь. Стабилити. Вот. Смысл такой, что 0, это значит, что этот модуль не стоит использовать. А дальше от 1 до 5 различные степени стабильности. И фишка здесь в том, что стабильность, например, такая, unstable или experimental, то есть низкая, она не означает, что модуль плохо работает. Модули с такой стабильностью могут работать замечательно, без единой ошибки. Стабильность означает всего лишь то, что API этого модуля, то есть набор функций, методов, может в дальнейшем измениться. Соответственно, использовать методы нестабильные можно, но стоит иметь в виду, что они могут поменяться в будущем. При этом работать они могут вполне хорошо. Вот, пожалуй, все, что хотелось бы сейчас сказать про документацию. В дальнейшем мы к ней будем неоднократно обращаться по мере углубления на все разработки и изучения Node.js.